В этом зале представители 23 работодателей из различных отраслей. Санатории, рестораны, гостиницы, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение. Всего около 300 вакансий только здесь. В компьютерной базе в 5 раз больше. Этот стенд один из самых популярных. Крупная компания ищет персонал для строительства нефтетерминала, железной дороги и причала на Тамани. Нужно около 2000 человек на вахту. Евгений Едимов из Амурской области. 10 лет жил в Москве, с января в Анапе. Ему 68, называет себя реалистом, но вдруг кому-то понадобится его многолетний опыт инженера-строителем. Поэтому взял анкету. Хотелось бы поработать, потому что вроде здоровья есть, образование есть. Моё же всегда есть, жить-то надо. Здесь же можно получить консультации специалистов по трудовому законодательству, повышению квалификации, переобучению и другим вопросам. Илья Сорокин получил по линии центра занятости 117 тысяч рублей на организацию своего дела. Добавил примерно столько же собственных средств, и этого хватило, чтобы этой весной начать выращивать грибы для кафе и санаториев. Пока мощность производства около 800 килограмм в месяц. На самом деле здесь нужно просто очень грамотный бизнес-план составить. У меня просто был опыт бизнеса раньше, и мне эта сложность не доставляла. Но основная задача – это бизнес-план сделать, разработать и всё объяснить. Нужно поверить, во-первых, самому, что у тебя всё получится, и убедить комиссию, которая эти деньги выдаёт. Осенние ярмарки-вакансии, как правило, посещают около 300 анапчан. Весенние – в два раза больше, потому что идёт подготовка к курортному сезону. Ярмарки-вакансии популярны и очень эффективны, потому что на самом деле очень большое количество трудоустроенных после ярмарок. 52% трудоустройства после ярмарки – это лучший показатель в крае. Как рассказали в городском центре занятости, уровень безработицы в Анапе – 0,2% от экономически активного населения, что в три раза меньше общекраевого показателя.